Ксюша, расскажи, пожалуйста, вот чему тебя в детстве научили бабушка с дедушкой? Капусту квашеную делать и выжигать на досочках. О, да, это здорово, это отличный навык, правда, он нам очень редко в жизни пригождается. Я бы сейчас вот с удовольствием позанималась этим ремеслом. Такое чувство, что вот, когда я была маленькая, у всех был вот этот аппарат выжигательный. Ну да, это по наследству нам уже доставалось от мам. А ты? А мне сказали, кушай впрок. Я эту мудрость несу через десятилетия, всегда кушаю впрок. Да, ну, собственно, этот вопрос мы задали своим коллегам. Что они ответили, узнаем из сюжета. Меня в жизни бабушка научила многому, но можно отметить такой интересный факт, как состряпать пельмени, испечь пироги, приготовить, как это называется, когда помидоры, чеснок, потом различные закуски, которые засаливаются на зиму. Это тоже все научила делать бабушка. За это ей большое спасибо и низкий поклон. Моя бабушка, баба Ксения, как ее называла, мамина мама, научила меня играть в карты. Папина мама бабуля, как ее называла, бабушка Тамара, она научила меня в огороде усердно трудиться. Вот, и, наверное, научила тому, что сначала работать, потом отдыхать. Дедушка научила меня кататься на велосипеде. Бабушка меня учила вязать и шить, но так как руки мои под это не приспособлены, я абсолютно не умею это делать, и как бы она бросила ту затею. Другая бабушка меня учила варить суп. Причем мне было уже 21 год, когда она меня этому учила. Еще бабушка меня не то чтобы научила, но вот приучила в бане париться вот прям вот чуть ли не до обморока. И я сейчас, находясь в бане, даже когда я чувствую, что у меня жарко, пока я не начну в теле, в своем прям какие-то относительно даже болевые ощущения чувствовать, я оттуда не выйду. Бабушка, которая по маминой линии, она заставила меня прочитать Библию. Целая Библия мне не далась, взрослая, поэтому я читала Библию для детей. Она научила меня считать до 10 по-немецки. Она научила меня, как нужно делать пирожки, что нельзя одновременно в духовку заталкивать пирог с мясом и пирог с повидлом. Еще она очень хорошо и очень надолго меня научила, что нельзя есть зеленый крыжовник. Хворостина, да, это было очень хорошо. И я запомнила, что не надо его есть, все равно ела. Бабушка, которая по отцовской линии, она очень хорошо вязала, она научила меня, пыталась научить меня вязать, но я смогла только научиться набирать петли. Она привела мне страсть к вкусной еде. Она очень любила готовить, готовила странные вещи, например, помидоры с сахаром, да, или печенье с майонезом. Она очень любила это делать, но получалось, на самом деле, очень вкусно. Дедушки больше отвечали за мужское, да, становление меня как человека. Мы, потому что постоянно с ними, с одним дедушкой мы там чинили его муравей, да, это техника такая полевая. С другим дедушкой мы разбирали какие-то его рыбацкие принадлежности, клеили лодку постоянно перед тем, как он уходил в заплыв. Еще что-то делали, да, то есть это вот такое. Бабушке, конечно же, это любовь к еде, да, потому что мы лепили пельмени, естественно. Лепили какие-то, стряпали пироги. Делали, бабушка делала очень вкусные булочки, булочки с карамелью внутри. Даже конфетку мы оставляли там, она не до конца рассасывалась. В общем, это вообще очень прикольно. В любом случае, и бабушка, и дедушка – это такие, наверное, наставники, которые вкладывают душу.